Да, безусловно, они и рассчитаны именно на это. Другое дело, что я думаю, мне почему-то кажется, как человек, который прожил в России 62 года, мне почему-то кажется, что у нас пластиковые карточки в этом отношении не сработают. Что-то сломается, кто-то что-то украдет, что-то пойдет не так. То есть, думаю, что вот та степень контроля, которая уже достигнута на Западе, у нас она невозможна. Да, собственно, и на Западе этот контроль уже едет с ярмарки. Достаточно посмотреть на западноевропейские страны, где нижние этажи заняты выходцами из стран Азии, Африки, Латинской Америки, где уже исчезли и французская галантность, и немецкая тучность, и многое-многое другое. И поезда опаздывают в той же Германии, и конференции начинаются не вовремя. То есть, каждое приобретение есть потеря, и каждая потеря есть приобретение. Не хотели европейцы сами работать, запустили к себе людей, которые, как они полагали, будут работать за них. Ну вот, получите расхолаживающийся механизм социальный. Я почему-то думаю, что и на Западе вот этот тоталитарный контроль, который у них работал последние лет 20, а современный Запад, это, безусловно, тоталитарное общество. Причем настолько, насколько нам никогда и не снилось, даже в самые трудные периоды нашей истории. Вот я думаю, что контроль у нас, по крайней мере, с помощью пластиковых карточек, он не сработает.